Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. В этом ролике я расскажу, как перевести ваших родственников в Канаду. Родители, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на мой канал, и я начинаю. Я периодически получаю вопросы типа «Алекс, нас несколько семей, дети, родители, всего нас 20 человек. По какой программе иммиграции нам лучше все вместе сразу переехать в Канаду?» К сожалению, вряд ли получится это сделать всем одновременно. Каждая семья должна подавать отдельную заявку на иммиграцию. У каждого человека свой возраст, профессия, образование, да даже знание английского языка может отличаться. Поэтому к вашей семье может, например, подойти программа иммиграции для квалифицированных сотрудников, а для ваших друзей – атлантический пилот. Я про него снимал отдельное видео. Вот тут оставлю где-то ссылочку, клацайте, посмотрите, там все подробно я рассказывал. Еще неприятная штука заключается в том, что для иммиграции правительство Канады семьей считает только мужа, жену и их детей. Вы не сможете сразу забрать родителей с собой. Знаю, что некоторые люди отказываются от иммиграции, когда узнают об этом. Но не все так плохо. Пока вы молоды, я очень рекомендую максимально быстро, то прямо сейчас подавать документы на иммиграцию. Со временем вы все-таки сможете забрать с ваших родных. В Канаде есть специальная иммиграционная программа воссоединения с ближайшими родственниками. Это могут быть мама, папа, бабушка и дедушка. Или даже несколько человек сразу. Каждый год по этой программе в Канаду переезжают десятки тысяч людей, и это число будет только увеличиваться в следующих годах. Когда вы сами эмигрируете в Канаду и получите канадское ПМЖ, то сможете подать заявку на спонсорство ваших родственников. Для этого вам надо выполнить два главных критерия. Первое. Вы, конечно, сами должны неплохо зарабатывать для того, чтобы иметь возможность обеспечивать родных. Второй такой критерий очень важный. Вы должны подписать обязательства о финансовой поддержке спонсируемых членов семьи в течение аж 20 лет. Под финансовой поддержкой понимается то, что вы предоставите родным жилье, сможете покупать продукты, одежду и нести прочие расходы. Для тех ребят, кто подходит по этим главным условиям, сейчас, как раз до 3 ноября, вы можете подать заявку на спонсирование. На канадском сайте достаточно заполнить специальную форму, далее миграционная служба случайно выберет тех людей, кто перейдет в Канаду. Если вам повезет, то в течение 60 дней вам надо будет подготовить уже пакет документов и отправить его для спонсорства. Если же в этой лотерее в этом году вам не повезет, тогда придется регистрироваться в следующем году и еще через год, и еще через год, если вы не везучий. Я, конечно, оставлю ссылку на описание шагов, ну, куда-то сюда, в описании к этому ролику, на русском языке, там все детально прочитаете, все по шагам. Теперь по поводу финансов. Сколько же надо зарабатывать в Канаде, чтобы пригласить родителей? Все зависит, конечно, от количества членов в вашей семье и сколько человек вы хотите спонсировать. На экране сейчас покажется таблица, в ней показан необходимый доход, который вы должны были задекларировать в течение последних трех лет. Если бы моя жена спонсировала свою маму, то ей надо было показать доход для шести человек, так как в нашей семье она, я, трое детей, и вот еще она приглашает, ну, тещу мою. Из-за коронавируса требования по доходу за 2020 год меньше, чем в прошлом году, но все-таки они достаточно большие, нужно много денег зарабатывать. Как вы поняли, для спонсирования вам нужно 3 года платить налоги в Канаде, а доход должен быть официальным. 3 года жизни в Канаде это достаточно много, если вы хотите быстрее увидеться со своими родителями, чтобы они жили вместе с вами в Канаде. Но все-таки есть способ ускориться. Подпишитесь на мой инстаграм, я там каждый день публикую важную полезную информацию о Канаде, и я продолжаю. Есть особенная провинция Квебек, которая живет по своим правилам, в ней другие требования по необходимым доходам, и самое-самое приятное, достаточно показать его только за последний один год. Также финансовую поддержку родителям надо будет оказывать только в течение 10 лет, а не 20, как по основной федеральной программе спонсирования. По этим причинам некоторые эмигранты переезжают в Квебек из других провинций, а я вот наоборот в этом году уехал из Монреаля и сейчас живу в Атаве. С мамами, папами, бабушками, дедушками, надеюсь, мы разобрались. Следующий вопрос. Как перевезти в Канаду сестер и братьев? Спонсировать их вы можете только в том случае, если они иждивенцы. Если же они обеспечивают себя самостоятельно, то по программе спонсирования их пригласить, увы, не получится. Но если они подадут самостоятельную заявку на эмиграцию в Канаду через систему экспресс-энтри, то они получат дополнительные, очень-очень важные баллы за то, что у них родственные отношения с вами. Тети и дяди по родственным отношениям, конечно, находятся дальше, но по некоторым все-таки провинциальным программам они тоже получают дополнительные баллы из-за того, что вы уже живете в Канаде. Поэтому все не так плохо. Поделитесь этим видео среди своих родственников и друзей. Я очень надеюсь, что рано или поздно вы все вместе будете жить в Канаде. В комментариях напишите, хотели бы вы сами эмигрировать в Канаду или же все-таки с друзьями. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поставьте там колокольчик и до встречи в Канаде!